Думская ТВ Вы начали заниматься такой деятельностью? Насколько я знаю, вы, Арон, вообще учились в Германии и долгое время там прожили. 14 лет я прожил в Германии. Вернулся, потому что мне показалось, что Украина более перспективная страна, чем Германия. И есть гораздо больше поля для развития. И по образованию я дизайнер визуальных коммуникаций. Это фотография, драматургия, это реклама. И в принципе, ну, скажем так, последние лет 5-7 я участвовал в чужих проектах. Так разгонялся, набирался идей или вдохновения. И, ну, последний год, могу сказать, что ничем другим не занимаюсь, только реализую собственные идеи. А, собственно, какие? Вы говорили о том, что у вас уже есть и полнометражное кино, задумки на полнометражное кино. И что вы снимали короткометражные фильмы. Могли бы вы подробнее об этом рассказать? Да, год назад мы снимали в аэропорту, в одесском аэропорту снимали мы 4 съемочных дня короткометражка «Паспорт». Была премьера в январе этого года. Фильма еще в открытом доступе нет. Он еще ходит по фестивалям. Одно из условий фестиваля – это чтобы фильм не был в открытом доступе. После премьеры фильма были, скажу, очень теплые отзывы, очень-очень люди знающие. Премьера была на киностудии, и много людей, которые на киностудии заслужены, люди выразили, скажу так, пожелания и напутствие, что двигаться в сторону полного метра – это было бы скорее правильным решением. Есть у меня два сценария полнометражных собственных, и несколько синопсисов – это такое дело. Но, учитывая сложную ситуацию, я в шутку себя сравниваю с Ноланом или с Лукасом, и говорю, ну, 2-3-4 года фильм лучше подождет, чем идти на компромисс и от чего-то отказываться. На сегодняшний день я снимаю клипы, рекламы, ну, рекламы, наверное, скорее не коммерческие, а скорее вирусные ролики, или я стараюсь придерживаться собственного стиля, он не всем подходит. И фэшн, фэшн-фильмы, вот последние две актуальные работы – это фэшн-фильмы, мы участвовали в Киеве на фестивале фэшн-короткометражек. А что такое вот фэшн-короткометражки? Ну, что такое короткий метр, мы знаем, а что такое фэшн-короткометражки могли бы? Там есть своя специфика. Во-первых, это всегда в паре с дизайнером, да, или зачастую, ну, с несколькими дизайнерами, да, это имеет свой определенный формат. Обычно короткометражки считаются, ну, скажем так, до получаса, это, по крайней мере, вот то, что обычно, да, потому что фестивали ставят лимит на хронометраж до получаса. Фэшн-короткометражки обычно, ну, не больше, чем 5-7 минут, обычно они гораздо короче. Фэшн-короткометражки очень редко с текстом, в основном идет упорно в визуальный ряд. Такое позитивное. Да, то есть это тенденция, вообще мировая тенденция, это позитивные, то есть не проблемные. Но вот что характерно для украинских фэшн-короткометражек, что вот мы попали в финал этого фестиваля, и что заметно, что у нас более такие драматичные, да, более-более в темном ключе, скорее, да, фэшн-короткометражки. Потому что многие работы были в таком вот ключе. А как вы вообще начали с ними сотрудничать, вот как так получилось? Да, вы знаете, как-то так получилось, что у Урона, как всегда, есть очень много идей, очень много есть украинских дизайнеров, молодых начинающих, в которых готовы себя заявить, представить. И вот мы непосредственно снимали ролик с Роном и с одесским дизайнером Хикаро Тиньо. Это ее дебютная коллекция? Да, это была дебютная коллекция и фактически ее дебютный фильм. Фактически фестиваль на Украине был организован впервые в таком формате, масштабе, совместно с Ukraine Fashion Week и журналом Elle. И мы, когда был анонсирован запуск, участие конкурсной программы, решили как бы поучаствовать непосредственно в этом проекте. Почему узнали мы за неделю до дедлайна? За неделю, да. Нет, за две недели до дедлайна. Неделю мы готовились. Был один съемочный день, в моей манере. То есть я говорю, ну там 12 часов, это не смена. В смысле, мы говорили 21 час. Да, очень многие как бы... Да, у нас было три локации, очень много людей было, очень много. То есть обычно, в фэшн-короткометражке, возвращаясь к этому, обычно это одна девочка, две девочки, то есть одна локация, все это. Я со свойственным себе размахом, что, может быть, не всегда хорошо, может быть, это хорошо, когда человек умеет компактно выразиться, у меня это не получается. Но это свой стиль, скажу так. И мы снимали 21 час, это было очень-очень сложно. Потом была неделя очень сложная, бессонный монтаж и обработка, очень много пост-обработки. Мы снимали и на зеленке, снимали и подводная съемка была, и замедленная съемка, и озвучку мы делали. Было очень сложно. И за полчаса до дедлайна у нас прорендерился последний кадр, и мы все сшили и успели выложить. Полдина с дедлайна. Последняя. Ну, главное, что успели. А я думаю, что 21 час, когда идет творческий процесс, наверное, не замечаешь, как летит время, когда увлечен работой, которая тебе нравится. Абсолютно. Вот что замечательно у Аарона, я скажу, скажем, про его личные качества, он очень спокойный на съемках. То есть у большинства людей складывается мнение, что режиссеры – это более такие, скажем, эмоциональные люди, которые не всегда тактично или лояльно относятся к тем людям, которые тоже работают по 20 и более часов. Вот, Аарона настолько легко работает, что когда выходишь после съемочного дня, и такое ощущение, ну, наверное, бы еще 20 часов, можно было бы еще снять вторую серию для этого ролика. Вот. Мы попали на этот фестиваль. Я был, честно, для себя, ну, приятно удивлен, что это настолько было, столько было конкурсных работ, что даже вот Ирина Данилевская, да, когда выступала, это руководитель оргкомитета Икраин Фэшн Вик, сказал, что пришлось пропустить больше людей в финал, потому что очень много было действительно интересных работ. Ну, что не может не радовать, потому что, на самом деле, что в наше время информационной инфляции, как я уже давным-давно говорю, когда любой человек может схватить камеру, выйти на улицу и снимать, это ставит, скажу так, ну, определенную, ну, расширяет вниз, да, что касается качества, вообще спектр этот расширяет по вообще, по всем возможным. Найти в этом всем что-то интересное очень сложно, а то, что много хорошего, много интересного, действительно качественно сделанного, это радует. Планка была настолько высока, что я думаю, что в следующем году будет более жесткая эллигация, чтобы выйти хотя бы в финал и присутствовать на самом мероприятии. Если можно, я не могу не похвастаться, буквально через неделю после Эльфестиваля был фестиваль, «Союз молодых кинематографистов» устраивал фестиваль клипов, и на нем мы заняли второе место. А что за клип? Что за клип? Клип для молодой группы, там задача была, то есть там было несколько, 10, по-моему, или 20, я сейчас не помню, групп режиссеров, была жеребьевка, и после концерта, то есть режиссер ухал на сцену, вытягивал себе бумажку с названием группы, да, это было там 29 июня, по-моему. И на следующий день была подготовка, а еще на следующий день нужно было снять клип, то есть клип за один день, да. Работаю, я всегда очень лояльно отношусь к людям, с которыми работаю, всегда зову их на следующие проекты, и у нас очень слаженная команда. Мы решили уйти от обычной концепции клипа, да, быстрый монтаж, много разных. Скажите, а как вы вообще согласовываете эту концепцию, да, там вы творческий человек, музыканты тоже творческие, люди, у них там свое видение. Это очень-очень просто. Как происходит это? Я говорю, будет так. Я не соглашаюсь так сразу. Ну, я говорю, будет так, я прихожу, я никогда не прихожу с готовой идеей. Я всегда идею рождаю на… Под конкретный проект, да? Под конкретный проект, да. И здесь было то же самое, там очень так получилось, что ребята понравились, ну, скажу так, байкерам одесским, и они их поддержали, и у нас получилось так. Я говорю, будем снимать одним кадром. Это будет очень сложно, говорю сразу. Мы будем снимать очень много часов, мы будем снимать много пробегов, будет хореография, тяжелая строительная техника. И снимали мы в итоге, я не помню, сколько часов, но что-то 16 дублей, по-моему, было. Причем дубль, это не на несколько секунд. Дубль – это полная проходка в почти 4 минуты, если в конце кто-то сложал, начинаем заново. Мы с 6 утра снимали технику, выкатили, где-то в 8-9 утра мы начали снимать, и закончили мы в 5 вечера, сняли дубль, который удался. То есть тот дубль, когда мы дошли до сам... Там катки, краны, как они называются, грайндеры. Эскалаторы. Какие-то там, да, и они... Себлякопы. Очень сложная хореография, там много людей задействовано. Байкеры подъезжают, там девочки заходят, сходят, и мальчики эти два идут, группа фарминга, двое ребят. И, ну скажу так, когда смотришь, понимаешь, что это, ну как, там интересная задумка. То есть не нарезка, а именно сложно, и эта энергетика передается. И вот мы заняли второе место. Насколько я знаю, вы недавно снимали клип еще одним музыкантом, дебютный клип группе «Монок». Могли бы вы рассказать об этом? Кстати, это такая знаковая работа. Мы с Аароном познакомились буквально за несколько недель до самого процесса, съемочного процесса. То есть вы тоже смогли поучаствовать? Да, да. Я хочу прийти посмотреть, как ты работаешь. Я хотел просто посмотреть, как он работает. И я хочу сказать, что сам непосредственно во всех этих спецэффектах участвовал, помогал. И меня настолько вдохновило само отношение Рона и к людям, и к процессу. И вот у него есть очень такое качество. Все идеально, но давайте еще дублик. Ребята большие молодцы были, они принято считать, что творческие люди, они там очень эмоциональные, экспрессивные, могут там бросить. И вот с этого момента, в принципе, мы начали с ним работать. Да, и ребята очень-очень хорошо себя показали. Как я его еще раз говорю, и еще дублик, и еще дублик, и еще дублик, и еще дублик. И ночь уже. И это сложные очень условия были. Это был завод «Орион», если не ошибаюсь. Есть такое на Молдовом. Ну а как? То есть если есть стена, или если есть лампы, и их можно разбить. Ну плевать, что они там вредные. Ну что? Ну мы снимаем, нам нужна хорошая картинка. Ну давайте ею дышать, ну что? Мы уже приехали. Асбест, пыль, грязь, все это. Неважно. Нам нужен результат, значит снимаем. Понятно, я никого не заставляю. Но была интересная работа. Сего я знаю очень много лет. Мы с ним когда-то вместе, вместе я делал ремикс несколько лет назад на их песню. И в общем, ну в очень хороших отношениях. И было интересно работать вот с людьми, которых ты вроде бы как знаешь хорошо. Ну и понимаешь, наверное, лучше, если хорошо общаешься. Есть определенный момент доверия. Когда я говорю, будет так, это я не говорю безосновательно. Я объясняю концепцию. Говорю, вот так будет и так будет. Когда человек знает, о чем он говорит. Потом, то есть я всегда старался, чтобы, ну ребятам нужно быть в кадре, они должны хорошо выглядеть. Поэтому я говорю, вы отдыхайте, вы это, вы это. Тут расслабляйтесь. Идите погуляйте. Мы пока сделаем подсъемчик, пока мы снимали там какие-то кусочки. Потом говорю, мы теперь, может, через 15 минут мы снимаем вас. Будьте готовы. Готовы. Давайте вы покушайте, давайте вы закажете себе это. Потому что действительно, без этого никуда. И скажу честно, ну, с Севес даже очень-очень приятно было работать. Я предлагаю тогда посмотреть клип, о котором мы заговорили. И сразу после него у нас в студии появятся Се Латинаньев и Дарья Шитикова, участники группы «Мой ног». Нам сегодня никто не поможет. Сегодня не так, как-то солнце светило, да и луна как-то светит не так. Грусть на стене покрылся кровью и запачкал новый пиджак. Видно, что-то должно случиться. Видно, что-то произойдет на грешную землю. Ангел смустился, а он никогда просто так не придет. Нам сегодня никто не поможет. Мы что-то проспали вчера. Нам сегодня никто не поможет. Мы что-то проспали вчера. Старая ванна. В ванной при трубах трубы забыли выключить воду. И вода всемирным потопом побежала по тротуарам, забивая детей по земельям в их домах, по тем переходах забивая в толстые стены их тела, костыли и гитары. А толстая тетя в последних сутках с каждым толстозадым дядям. Всех нормальных людей есть лодки. А ненормальных нам не надо. Человеческих жертв нет. Нам сегодня никто не поможет. Мы что-то проспали вчера. Нам сегодня никто не поможет. Мы что-то проспали вчера. Мы что-то проспали вчера. Ангел-спаситель возьмёт сигарету, пойдёт на балкон, упадёт от бессилия, и мы прочитаем в глазах. Уставший ангел, взорвавшись около луна, не сумеет расправить скрылья. И, упав на разбитые стёкла, станет добычей диких кошек. Нам сегодня никто не поможет. Мы что-то проспали вчера. Нам никто и ничто не поможет. Мы слишком крепко. Ничто не поможет. Мы что-то проспали вчера. Я напомню зрителям, что мы смотрели дебютный клип группы «Монок». Никто не поможет. И сейчас у нас в студии находятся Дарья Шитикова, поэтесса, и Севолод Ананев, музыкант и лидер группы «Монок». Здравствуйте, ребята. Собственно, клип мы посмотрели. Очень действительно интересная работа. Пообщались с режиссёром. Он рассказал примерно, что и как происходило. Расскажите, какие у вас впечатления, как происходил съёмочный процесс, как снимался дебютный клип? Ну, клип снимался, скажем так, и спонтанно, и не спонтанно. Не спонтанно, потому что Аарон, может быть, он об этом говорил, давно вместе со мной планировал что-то совместно сделать. Такого плана. Давно планировалось. Ну, вот всё как-то никак-никак-никак не получалось. И вот внезапно относительно, недавно, ну, скажем так, перед съёмками клипа, буквально за неделю, я увидел в Фейсбуке фотографии завода «Орион» и понял, что это оно. Это та нужная локация, которая скалит. Да, это оно. Я позвонил Аарону, говорю, «Дядька, мы должны срочно снимать». И так очень хорошо получилось. Тоже очень большое спасибо Юрию Басюку, который, скажем так, свёл меня с этим заводом, и нам разрешили там вот это всё снять. И у нас была задача быстро приехать, и за 16 часов, по-моему, то есть за одну съёмочную смену, мы отсняли полностью весь материал без предварительного сценария. Были какие-то, скажем так, намётки, да, вот, то есть там у нас ангел такой, вот это мы заранее продумали, что он там будет, змея. Остальное всё мы смотрели уже на месте по факту, то есть и там какие-то моменты, вот эта сцена, трибуна, это мы уже увидели, когда приехали. И вот за 16 часов, так долго, но продуктивно, мы это сделали. Дарья, вот как по-вашему, я так понимаю, текст песни ваш? Нет, текст песни не мой. На самом деле, ну, всё нисходит к предыстории того, как мы с Севой познакомились. В театральном лицее у Анатолия Ивановича Падуки мы вместе там занимались, вот. А некоторое время назад там занимался тоже замечательный человек. Я лично с ним не знакома. Сева-то тоже вроде как нет, да? Нет, не знаком. Он на 10 лет раньше, чем мы учился. На 10 лет занимался раньше, да. И вот он действительно писал потрясающие тексты, но, к сожалению, у него такая трагическая судьба. Он выпал из окна, ну, подробности как бы никто не знает. Но, собственно, вот это его текст. И он попал ещё в начале самой Севой работы, когда ещё меня, не было в группе ничего. Он попал к Севе, и Сева подумал, что, ну, вот, это очень близко. Это близко. Да, и мне захотелось написать аранжировку вот на этот текст. И, в принципе, получилось то, что получилось. И я ещё добавлю, в принципе, вот, почему мы сняли клип именно на эту песню. Это единственный вот текст в нашем творчестве, который не мой и не Дашин. Мы пишем, ну, вот, оба текста. А вот это текст Андрея Чёрного. И, в принципе, с него и началась вот эта вот история группы Монок вот в том виде, вот такой дарквейв направления, в котором он сейчас есть. То есть, поэтому и с этой позиции тоже было знаково снять именно на эту песню клип. Ну, могли бы тогда вы поподробнее рассказать о группе? Насколько я знаю, вы входите, по-моему, в десятку лучших альтернативных групп Одессы. Ну, это по одной из версий. Да, по одной из версий, да. Было бы нескромно, как бы, себе давать оценку. Поэтому просто расскажем о том, что дарквейв, тот, которым мы играем, достаточно экспериментальное направление, достаточно широкий, скажем так, диапазон музыкальный. Там превалируют инструменты клавишные, но это и медленные такие какие-то красивые композиции, это и быстрые, такие жесткие рваные ритмы, потому что все-таки музыка такая достаточно минорная, которая отражает состояние нашей, нашей декадентной души, скажем так. Поэтому вот такие вот творческие, какие-то, может быть, даже эсхатологические изыскания о человеке и месте в нашем мире, который он занимает, и вообще, скажем так, между мирами, где мы находимся. Вот мы пытаемся результатами поисков поделиться вот со слушателями. Дарья, а могли бы рассказать, собственно, о чем тексты и в каком настроении их пишете, и для кого вы конкретно работаете? Вот как вы определяете свою аудиторию? Ну, в принципе, наша аудитория довольно-таки не широкая, поскольку в Украине дарквейва представлено очень мало, но особенно качественного дарквейва, так скажем. Поэтому можно сказать, что тексты наши мало кто понимает. Но действительно, они исходят из самых глубин души и пишутся не в самом хорошем состоянии духа, но все-таки та грусть, которая отражается в них, она пропускается через человека, пропускается через нас конкретно, если в данном случае мы говорим о нас, и все-таки выходит каким-то светом наружу. То есть мы не можем сказать, что это готика, темное нечто или что-то такое. Все-таки это ближе к свету, ближе к изысканиям человека, то есть он всегда идет от низов по ступенькам и поднимается выше-выше-выше. К какому-то божественному началу, скажем так, к высшему. Ну, по-моему, Думская Анетт назвала вас готическими романтиками, если я не ошибаюсь, да? Ну, может быть, докадентными романтиками я бы так назвал, потому что все-таки вот... Ну, подходит ли это вам определение личного, как вы ощущаете? Ну, в принципе, готика нам близка. По состоянию души, вообще по духу мы любим осень, мы любим раннюю весну, ну, то есть мало людей, в принципе, которые обычно любят лето, жару, пляж. Птички поют, цветочки цветут. Да, мы любим такую, скажем так, романтику угасания. То есть на самом деле в этом что-то есть, поскольку в такие моменты человек ощущает нечто в себе. То есть вряд ли такое состояние, можно достичь такого состояния летом или в какой-то жаркий сезон, так скажем. Да, да. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так. Могли бы вы рассказать, собственно, где вы выступаете, то есть какие клубы, одесские или всеукраинские, принимают вас на сцену? Вот с этим достаточно интересно, потому что, вот как Даша уже заметила, Dark Wave пока в Украине достаточно, скажем так, мало его играют, вот в сравнении, опять-таки, с какими-то другими стилями. И говоря вот о площадках, да, очень мало клубов берут на себя смелость, очень мало коллективов берут на себя смелость для того, чтобы принимать вот такие неформатные площадки. То есть если говорить об Одессе, например, то мы выступали вот в таких, это в основном арт-кафе, арт-пабы такие, для многих одесситов, в принципе, это известные места, такие там выход, шкаф, копирайт, кардан и иже с ними. Вот. И, в принципе, вот это достаточно большая проблема, потому что даже вот когда мы презентовали клип, я вот договаривался, не буду называть название заведения, договаривался вот с одним таким достаточно перспективным, которое недавно открылось местом для того, чтобы там, значит, сделать презентацию. И вроде бы как бы все хорошо, мы уже договорились, даже забили дату, и тут нам перезванивает директор и говорит, ой, вы знаете, я показала ваш клип нашему, значит, арт-директору, который утверждает музыку. Он говорит, что все класс, но не формат. Не формат. Вот. Поэтому мы воспользовались, скажем так, нашими другими друзьями. Тоже в Одессе достаточно известная Лера Виноградова, которая организовывала свое время, ну и до сих пор продолжает организовывать Котофесты. И недавно как раз было мероприятие на перроне номер 7, такой Котофест Лайт, и мы туда напросились, пришли, показали это видео. Конечно, всем понравилось, и вот в таком формате у нас это получилось. Вот если говорить об Украине, опять-таки, существует несколько фестивалей достаточно крупных, вот даже вот готической направленности. А в остальном это самим договариваешься, если нет менеджера, особенно, потому что мы пока работаем сами, организационной частью занимаемся, договариваемся, представляем материал, если нравится, едем в другой город, и там выступаем. То есть это все вот так происходит. Ну, как ты правильно заметил, в Украине, скажем так, альтернативная музыка, ну, она развита, да, ну, на таком зачаточном состоянии во многом. Вот какие вообще у вас планы? На какой уровень хотите вы выйти? На всеукраинский, возможно? Ну, скажем, так, сейчас я скажу, да, потом добавишь, потому что с этим делом обстоит тоже, вот примерно как и с клубами, собственно. То есть мы дебютный альбом выпускали в 2012 году, альбом «Плот», мы его выпускали на московском лейбле. Мы его выпускали в Москве, на компакт-дисках он вышел, потому что вначале я хотел в Украине это сделать, но, скажем так, не получилось почему-то. А вот Москва почему-то, Россия, сразу нас приняла и нас напечатали на компактах, и как бы компакты продаются в основном. Это Россия, Германия, вот страны Европы, в Украине как бы почему-то нет. Почему? Вопрос. Ну, собственно, это не так плохо, что я хочу заметить, поскольку эта ниша еще не занята, вот что хорошо. И мы работаем в этом направлении, развиваемся. И поэтому вот мы считаем, мы так позитивно настроены, что все еще впереди. Ну, ребята, я желаю вам удачи, надеюсь, вы действительно сможете достичь поставленных целей и выйти на тот уровень, на который вы хотите. И вам спасибо, что пригласили. Спасибо, да. Я напомню зрителям, что у меня в гостях были участники группы «Монок». Всего хорошего, оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!